Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами говорим про купажирование вина. На самом деле мы будем говорить о всех видах смешения вина, потому что купаж это только один из видов, а мы с вами возьмем весь широкий спектр. При этом мы не будем вдаваться в терминологию. В прошлом году у меня было видео под этим роликом, я вам обязательно оставлю ссылку. Кто захочет, посмотрит, там больше терминологии. Здесь мы будем говорить более о практическом применении всех вот этих видов смешений. И если я буду где-то говорить купажирование, то в очень широком смысле этого слова, то есть смешение. Кратенько, какие виды бывают. Мы можем смешивать в самом начале еще на уровне ягод, либо на уровне сусла. Мы можем смешивать, например, один и тот же сорт, выросший на разных участках. Мы можем смешивать разные сорта винограда. Мы можем смешивать уже готовое вино разных годов. То есть мы можем на самом деле смешивать все, что угодно. Для чего все это нужно? Для того, чтобы получить качественно хорошее вино. Ведь что такое качественно хорошее вино? Это вино сбалансированное. Именно вот такие смешения в различных видах нам позволяют как бы все уравновесить, все элементы вина и их гармонизировать. На каких этапах мы можем смешивать? Я чуть-чуть коснула. Значит, первое. Мы можем смешивать на уровне еще сбора ягод, например. Или когда мы только начинаем формировать наше сусло на уровне его дробления. Здесь тоже мы можем смешивать абсолютно все, что угодно. То есть если бы у нас были большие плантации, мы бы могли смешивать виноград с разных участков. То есть мы можем его смешивать на этапе перед брожением, либо можем смешивать уже готовое вино. Это как нам угодно. Ну, мы домашний винодел у нас, партии вина небольшие, участки у нас тоже небольшие. Поэтому что мы можем смешивать на начальном этапе? То, что мы хотим на самом деле. Посадили несколько кустов. Они у нас дали только первый урожай. У нас его немного ставить отдельно по малюсеньким баночкам. Ну, не совсем разумно. Взяли, все смешали. Дальше, что мы можем делать? Я, кстати, на это очень часто обращала ваше внимание, когда мы говорили о выборе сортов. Когда я делала обзор своих технических универсальных сортов. Есть у нас, например, один виноград. Один сорт, который может сахар, например, не дотягивать. И другой, который этот сахар как раз-таки дотягивает. Мы их можем смело смешивать. Еще на начальном этапе получаем хорошее по сахаристости сусло. Такая же история с кислотностью. У нас есть какой-то высококислотный сорт, который мы хотим выращивать. Мы к нему берем другой сорт, у которого кислота низкая. Смешиваем и получаем хорошее качественное сусло, из которого получится хорошее качественное вино. И нам не надо вот этих танцев с бубнами, с добавлением сахара, с разбавлением водой и всего-всего остального. Вот. Мы можем создать у себя условно краски и потом как художник мешать их так, как нам будет угодно для того, чтобы получить хорошую картину в итоге. Конечно, если мы смешиваем в начале, то на самом деле нам сложновато понимать, что получится в конечном результате. Ну, потому что мы еще не особо знаем, что дает один, что дает другой. Но я смело мешаю вот так вот свои сорта, так как считаю нужным. Например, я мешаю синие свои Зилго Рускиране Симоне. Вот это моя стандартная смесь, мой стандартный бленд Прибалтов. В прошлом году их было немного, поэтому все белые и розовые я ставила вместе. В этом году я уже поставила отдельно белые, отдельно розовые, потому что так мне было удобно. Здесь, когда мы делаем домашнее вино, мы не завязаны на каких-то гостах, на каких-то стандартах. То есть мы можем делать так, как считаем нужным. Еще что можно делать на этом этапе, есть такие сорта, сорта красителей. Это синий виноград, который имеет темно окрашенный сок. И вот мы знаем, что у нас, например, какой-то другой синий виноград, он дает такой бледненький цвет. Мы хотим его подкрасить, значит, мы можем добавлять вот этот самый сорт краситель. И тогда у нас получается вино насыщенное по цвету. То есть есть определенные параметры, по которым мы можем смешивать. Конечно, у вас может возникнуть вопрос, а как мне понять на начальном этапе, что мне смешивать? Здесь вы просто руководствуетесь здравым смыслом. Есть возможность поставить в разную тару, ставим в разную. Нет такой возможности, ставим вместе. Понимаем, что что-то очень кислое, можно сразу смело разбавлять другим виноградом. Ну, с сахаром самое простое. То есть взяли и замерили один, второй. Видим, что одного хватает, у одного не хватает. Либо наоборот, один сильно сладкий, второй нормальный. Все, взяли, смешали, общее померили. Ну, с сахаром проще всего. Дальше идем по процессу. Мы поставили бродить. Одно сусло у нас бродит, например. Второй виноград еще дозревает. Может случиться так, дозревал, дозревал и не дозрел. А первое, ну, более ранее, было более сахаристое. Тоже можно смешать, в принципе, на любом этапе. Да, может быть, это не совсем технологично, но если у нас такая потребность есть, мы можем смело это сделать. Следующий вариант тоже в процессе. Особенно это касается любителей добавить сахарку по рецепту. Сахара пересыпали и получается, что у нас сахара много, вино уже не бродит. Вот, чего с ним делать. А тут у нас второй, вторая волна урожая подспевает. Тоже взяли, смешали, этот сахар разбавился. Есть вероятность, что все выбродит. Но тут тоже надо быть осторожным, потому что надо понимать, сколько сахара там, сколько сахара там. По-хорошему это все надо считать. Но уже если так случилось, то частично можно разбавить. Точно так же, например, в процессе, вот сейчас у нас январь, вы сахар пересыпали, уже ничего не бродит. Пить это невозможно, потому что это сладкий сахарный сироп. Оставляем до следующего года, где-то в холодном месте, потому что не факт, что там хватит и сахара, и спирта для того, чтобы это все хорошо хранилось. В следующем году берем свежий сок, добавляем туда вот это вот, то, что у нас получилось, сладенькое, и перебраживаем снова. Таким образом, вот этот лишний сахар может расходоваться. То есть такой вариант тоже возможен. Часто возникает у вас вопрос, можно ли смешивать первичное и вторичное вино. Тоже, в принципе, можно. Да, понятно, что где-то будет разбавление некоторых веществ, но иногда это может быть нам и удобно. Например, первое сусло у вас получилось слишком кислым, второе, понятно, там были разбавления с водой совсем, получилось нормальным. Плюс, например, нет свободной емкости, свободной тары, взяли, смешали, оно добродило, если надо, все хорошо. Либо, например, в процессе брожения, вот у вас одно сусло стояло, бродило, может там какие-то перепады температуры были, еще что-то, брожение замедлилось, или оно вообще остановилось, есть остаточный сахар. Тут вы ставите новую партию, которая хорошо бурно бродит. Их тоже можно смешать полностью или частично, для того, чтобы и то, и то добродило. А самое главное, при смешении на этом этапе вы должны четко понимать, что вы делаете и для чего. Инструкций каких-то по каждому нюансу не пропишешь, просто вы для себя должны понять, что и для чего. Переходим к следующему этапу. Если у нас уже готовое вино, как его смешивать? Ну, тут, наверное, будет проще всего, потому что мы смешиваем по вкусу. То есть, опять же, какое-то одно получилось плоское, пресноватое, второе получилось кисловатое, мы их смешали вместе, получили гармонию. Либо, например, одно получилось слишком таким насыщенным, слишком терпким, второе слишком легким, смешали, попробовали. Вам так хорошо, вам так вкусно, отлично. Третий вариант, играли с дубом, получилось слишком дубово. Тоже можно вот это вино только по чуть-чуть добавлять, например, в какое-то другое, идет сильное разведение вот этих дубовых танинов и может получиться вкусно. Важно здесь что? Не смешивать сразу все. Попробуйте на каких-то небольших количествах, нравится результат, смешиваем все. Ну, чтобы не получилось так, что одно смешали, второе большую партию, ну, в итоге вышло не то, что вы хотели. Здесь надо быть осторожным. Значит, если мы смешиваем готовые вина, особенно в молодом состоянии, они должны быть приблизительно на одинаковых этапах развития. Например, одно после снятия свинного камня и второе после снятия свинного камня. Одно, где уже прошло яблочно-молочное брожение, второе, где уже прошло яблочно-молочное брожение. Можно, конечно, смешивать и на разных этапах, но вы должны понимать, что будет впоследствии. Например, одно вино у вас уже постояло, покре-стабилизировалось, винный камень выпал, а во втором он еще не выпал. Мы смешали, и у нас опять может начаться выпадение винного камня, потому что в одном из этих вин он еще не выпал. Мало того, я вам, когда рассказывала про винный камень, я говорила, что то, сколько его выпадет, зависит от того, сколько было калия. И, например, там, где винный камень еще не выпал, калия оказалось много, в этом еще осталась винная кислота, они начинают взаимодействовать. То есть этот этап развития придется повторить. Вариант номер два. Одно, например, прошло яблочно-молочное брожение, во втором яблочно-молочное брожение еще не закончилось. Тоже мы их смешали, яблочно-молочное брожение могло продолжиться. То есть, чтобы вы понимали, что такое может быть, соответственно, вину надо будет пройти еще раз этот этап. Если мы смешиваем такие вина приблизительно январь-февраль-март, вот до марта, даже, может быть, до апреля, смешали полную емкость, на всякий случай иногда пробочки проверяем. Потому что тоже яблочно-молочное брожение, если, допустим, оно возобновилось, может где-то нам пробку и сорвать. То есть к этому нужно быть готовым. Еще, например, мы смешиваем вино, осветленное, оклеенное нами, и то, которое осветлилось само. Значит, если мы оклеивали желатином, вот у нас получилось классное прозрачное вино, но мы могли немножечко переоклеить. Визуально мы этого не видим. Но когда мы смешали с тем, которое само оклеилось, или, может быть, оно чуть-чуть мутновато, мы просто визуально это даже не можем зафиксировать, и у нас раз и сразу вино помутнело. Не пугайтесь, ничего страшного нет, просто вино были немножечко на разных этапах развития, да, и избыток желатина связал тот белок, который был во втором вине. Ничего страшного, да, тем временем, пусть они привыкнут друг к другу, да, все это осядет, и все будет хорошо. То есть вот этого пугаться не стоит. Либо, может быть, точно так же с кристаллическими помутнениями, я уже немножко поговорила про видный камень, мы помним, что есть еще соль кальциевая, которая тоже кристаллизуется. То есть при смешении не исключено, что может пойти и белковое помутнение, и кристаллическое. Страшного в этом ничего нету, смешиваем, даем вино отдохнуть, даем ему время, оно осветлится, и все с ним будет хорошо. Ну и, конечно, если вы смешиваете молодые вина, которые вам уже кажутся полностью готовыми, но в одном из них есть остаточный сахар, то не исключено, что может возобновиться и спиртовое брожение при вот таком смешении. То есть к этому тоже нужно быть готовым. Кроме того, вы можете смешивать вина и разных возрастов, молодые вина, старые вина, тут полет вашей фантазии не ограничен. Но напомню самое основное, вы должны понимать, что вы получите в результате, и если вы смешиваете готовые вина, а в некоторых случаях, даже если вы смешиваете что-то в процессе, попробуйте на небольшом количестве, оцените результат, и только после этого смешивайте все остальное. Ну, чтобы не было никаких у вас разочарований. При этом смешивать мы можем не только два разных вина, либо сусла, мы можем смешивать и три, и четыре, и пять, столько, сколько нашей душе угодно. И напомню еще раз, что все эти смешения мы для чего делаем? Для уравновешивания и баланса нашего вина. По каким принципам, по каким критериям? Кислотность – раз, сладость – два, насыщенность – три, терпкость, таниность – четыре, ароматы, запахи, вкусы – пять, и цвет – шесть. Ну, на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях, пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще будет», ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!